Как жизнь? Присаживайся. Прекрасно. Можно взять подушек, можно прямо на пол садиться спокойно. И так. Тема сегодняшнего нашего урока «Четыре стихии». У меня такой к вам вопрос. Вопрос к аудитории. Кто что слышал про четыре стихии? Те, кто уже знает, пожалуйста, мальчики. Давайте, вот мы всё раскроем. Вода, семья, воздух и огонь. И, кажется, отличает… Ну, в организме человека, насколько я знаю, тоже есть… У меня есть стихи. Кажется, если какая-то стихия не уравновешена, например, огонь. Чай, мост, разум, ещё какой-то. Если вода, то есть… Если воздушный, то есть… Ну да, общие понятия такие есть. Кто ещё что знает про стихии? Сочетаются. Какие сочетаются? Какая стихия? Огонь, вода, вода, с землёй, по-моему. Ну, огонь, земля и вода, точно. Земля, вода точно сочетаются. Ну, я имею в виду по отношениям, потому что это, может, земля и вода, они вообще очень гармоничны. Хорошо. Откуда вы знаете, что вы вода? Ну, потому что зодиака. Нет. А там, вы считаете, да, нужно? Какого-то образа, какого-то пихаянского. Сразу вам скажу. Знаки зодиака, которым вас приучили с детства, знаки зодиака, вода, земля, и другое, это не то. Та тема, которую мы сегодня будем разбирать, это не то, близко не стояло, потому что любой знак зодиака может быть какой-нибудь из одной стихии. То есть один знак зодиака может быть четыре разных человека, каждый будет в разных стихиях. Но они все будут одного знака зодиака. Это немножко не то. Немножко не то. А по знаку зодиака, может быть, вы сочетаетесь. Кто ещё что знает? Про стихии. Надо с ними работать, я знаю, только как ты знаешь. Да, да. Ну, можно сказать, что совсем надо работать с тем, что... Ну, то есть это постоянное развитие. Но, естественно, с ними можно работать и нужно работать. Это как ключи определённые. Ключи, по которым мы можем делать себя лучше, либо, не зная, просто уничтожать. Итак, тогда начнём. Тогда начнём. Начнём со стихии «Земля». Изначально, что вам нужно знать про вот эти четыре стихии, это то, что это структура и плотность энергетического тела человека. То есть это плотность энергетики, плотность нашего энергетического тела. Не физики, а именно энергетического тела, которое находится вокруг нас, которое вы чувствовали в дыхательных практиках, выходили на эти тонкие ощущения, на расширение, на выход из тела. Это как раз-таки и есть, это тонкое энергетическое тело. Оно имеет определённую плотность у каждого из нас. У кого-то оно очень плотное, у кого-то оно менее плотное. Как раз-таки четыре стихии, это, скажем так, четыре уровня плотности энергетического тела. Вот это, что нужно запомнить. То есть, стихия Земли, это самый первый уровень, очень плотное тело, энергетическое тело. Здесь очень просто. Все вы знаете людей в своём окружении, которые имеют вес тела 120 кг. Есть такие. Какой они деятельностью занимаются? На дорогих больших джипах кто ездит? Ну, большая часть. Большая часть. Сейчас мы подойдём. Хорошо. Теперь мысленно посмотрите, представьте, кто владелец заводов, заводов, бизнесов, крупных, чиновники. Какие люди? Мощные такие. Большие. Да? Проясняется картина? Ну, большая часть людей. Именно владельцы. Те, кто владеет. Итак, стихии Земли, это самый-самый плотный тип энергетики, и люди, у которых базовая ведущая по жизни стихия Земли, это люди, которые стремятся чем-то завладеть. Чаще всего, ну, если сильная, допустим, сильная личность, у него по-любому будет какой-то бизнес, он по-любому будет владеть каким-то заводом, он будет по-любому владеть недвижимостью или чем-то ещё, кораблями, машинами, не знаю, всем чем угодно. Он просто владеет этим, понимаете? Он стремится к этому. Если личность сильная, у него энергии мало от природы, он идёт на работу, берёт кирку или лопату и начинает работать с землёй, там, такой физически тупой труп. Ямы копают, такие ребята есть. Вот это стихия Земли, то есть кто-то из них сильный, кто-то из них виние сильный и сообразительный. Эти люди чаще всего конкретные материалисты. То есть они, например, какие-то вещи, они всё считают. То есть какие-то знания, они постоянно стараются перевести эквивалент на деньги. Понимаете? Это такие люди. Если им начать говорить о каких-то духовных знаниях или о чём-то ещё, они могут на тебя просто посмотреть вот так. И всё. Они просто не понимают. Есть некоторые из них, которые отчаянно пытаются тебя понять. Они ловят каждое слово, они записывают. Им очень сложно конвертировать эти знания, тонкие какие-то моменты, в такое точное понимание. Чаще всего эти люди очень грубые. Они не видят тонких моментов в жизни. Они могут идти на пролом, но чаще всего они, как это, в 90-х годах, они отжимали имущество, они приватизировали заводы, они вот очень хорошо в эти годы поднялись. Вот это такие люди, которые, структура их энергетики по плотности идёт как земля. То есть это материалисты. А ещё есть твои дети, а как тип, по-моему, это в земле относится? Похоже. Тоже там? Рядом стоят. Но можно сказать, что это более развернуто. Потому что там три типа, а тут мы четыре типа смотрим. А так очень похоже. Вот после пути материя. Владимир, смотри. Добавляем список. Грубый. И шутки у них такие прямые. Такие прям в лоб. Бах! Пошутил. Понимаете, есть тонкие шутки. Вот шутканул человека, у него эта шутка, она раскрывается, 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 раскрывается. И не все поняли. И не все поняли. Да, и не все поняли. Поняли только определённая часть. Вторая часть пытается объехать, что такое. А шутки земли, человек из земли, у него очень чёткие прямолинины такие, массивные. Как правило, они ощущаются. Понятно, да, кто такие земли? Эти люди, как правило, они стремятся быть владельцами, владеют. И, в общем, у них вся жизнь к этому сводится. А они также очень такие консерваторы. Любят консервы, шпроты и так далее. Шутка. Они очень консервативны. И это одни из тех людей, которые считаются... Они любят постоянство. Это люди любят надёжность. Если у них есть какие-то друзья с детства, эти друзья с ними до конца жизни. То есть, если они что-то усвоили, если они что-то намотали на ус, какие-то моменты в жизни, да, важные, они это помнят до конца своей жизни. То есть, вот такие люди. Эти люди чаще всего преданные друзьям. Очень прекрасные семьянины. В семье они, так сказать, опора такая мощная. И если они где-то работают, да, где-то работают, им сложно оставить это место работы и уйти. Им сложно бросить и перейти куда-то в другое место. То есть, они вот прям корнями врастают в ту деятельность, в тот вид деятельности. И в одни и те же привычки чаще всего тяжело менять свои привычки. И чтобы им поменяться, им нужно сделать очень большое усилие. Но поменявшись раз, они очень укореняются в своих убеждениях, в своих взглядах. То есть, это ещё можно назвать как инертность. Эти люди очень инертны. То есть, если они разгоняются, то остановить этот локомотив очень трудно. Понятно, да, что такое земля? Все поняли, о чём, о ком я говорю? Поняли, да? Есть такие люди в окружении. Просто у кого-то явно проявлено, у кого-то это, ну... Просто кто-то сильнее, кто-то сложнее устроен, кто-то... Там у меня подружка бухгалтера, прям... Земля земрата, да. И там был разговор, что вот там драмник есть, который может помочь. Она говорит, а на 100%-то мне можно дать 100%? Чаще всего эти люди ещё очень рассчитывают на науку, на врачей. Они отрицают какие-то нетрадиционные методы. Очень отрицают. Им очень трудно принять это. Покажи мне анализы. Анализы мне покажи. Ты перешёл на сыроедение. Да. Да, прям логика, контроль. Ну, логика у всех есть, в принципе, но они больше от консерватизма. Перешёл на сыроедение. Нет, докажи, что это нормально, что это нормально. Врачи говорят нет, всё, значит нет. Врачи сказали, мясо полезно, значит оно полезно. Ты чё, это же врачи, они же там мучатся. А ты мне тут что вообще, ты же не врач. Всё, до свидания. А это коронное слово «докажи», да? Докажи, да. Так, где доказательства, анализы, исследования, там всё. Они постоянно этому доверяют. Нет. 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 И какие-то тонкие энергетические аспекты нашего мира, как правило, как и не показать? Докажи. Вы знаете, я вчера был в медитации, и моё энергетическое тело расширилось до пределов планеты Земля. Я ощущал все движения в Африке, в Америке, в Антарктиде. Я чувствовал каждую часть этой планеты. Я говорю, что ты мне тут придумываешь? Там будет короче вопрос. Да, не спал ли ты вообще, что ты тут несёшь? Да, ты нормальный. Да, ты нормальный. Секты и так далее. Это как раз таки исходит от этого типа людей, по большей части. Они же уже всем остальным переваливают. Такие люди, кстати, Земли, им очень сложно в чём-то переубедить. То есть им надо... То есть они будут упираться до последнего вообще момента. Они упираются, упираются, упираются. Нет, ты и так, ты и сяк, ты и так. И, как правило, их учит очень хорошо жизнь. Когда им просто по башке надоёт, они сразу всё врубаются. Когда вот в лоб получают. Мы, кстати, с этой девочкой брали расписку, когда нам что-то просили. Мы говорим, пиши расписку, что ты согласен, что мы с тобой будем подъехать. Тогда ей всё нравилось. Тогда ей всё нравилось. Вот-вот-вот-вот. Этим людям надо расписку, доказательства, документы, ещё что-то. Всё, без этого эти люди не могут даже не суетиться, даже пальцами пошли. Все поняли, о чём речь идёт? Но это неплохо, понимаете? Это люди надёжные очень. Это люди, на которых держатся многие вещи. Это люди-владельцы многих... То есть они работодатели крутые. То есть они это имеют, но они не управляют этим. Они владеют фирмой или заводом. Но они, опять же, нанимают другую стихию, о которой я позже скажу. Которая уже рулит процессами. Но они владеют. Они просто... Как там у нас показатели растут? Да, растут, прекрасно, всё. Ладно, я уехал, и всё. Даже просто владеют. Понятно, да? Итак, это была стихия земля. И ещё, что хотел сказать, вдобавок ко всему. У каждого из вас, из нас, у всех, есть базовые стихии. То есть кто-то может в какой-то период выйти в огонь, в огонь. Это нормально. В течение дня они могут меняться, как оттенки. Но всё равно каждый из вас имеет от природы базовую стихию. Понимаете? Я знаю очень много людей, которые стихии земля, но они очень продвинутые в йоге. Они очень тонко чувствуют энергию. Вообще. Просто он сразу тебе говорит про тебя, просто смотрит и всё, 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 всё предсказывает. Эти люди есть и видящие. То есть это не то, что если ты земля, всё, до свидания, паши на работе, иди. Кирку в руки, иди в воде, и всё, у тебя больше нет вариантов. Нет, если они идут в эзотерику, в духовном направлении, они также имеют там успех. И причём такой конкретный успех. Их легко слушать, они очень хорошо, доходчиво объясняют, в отличие от воздуха, например. Они очень чётко, логично объясняют, какие-то духовные аспекты. Их приятно слушать, и они очень... ну, это ощутимо. Следующая стихия — это вода. Стихия воды. Что же это такое? Что же это за люди? Погромче, это не слой, дремяющийся к изменениям. Погромче, процессники, ну, большинство процессов, которые находятся в мире. Не в котором большинство... Все мы в процессе, правильно? Ну, нет, но есть люди, которым интересный результат, это вот, получается, земля, да? Они всё равно результат будут получать. А вода, я думаю, что они больше-таки, ну, наслаждаются процессом. Ну, вся-таки, в себе. Какую они функцию висут в обществе? Давайте, вот, ближе к земле. По-конкретнее. Вот стихия воды — это... Орошение. Что? Орошение, увлажнение. Осеменение, да? Осеменение может любая стихия. Движение. Движение, может быть, его управление. Ни то, ни другого, нет. Текучесть какая-то. Обратный звонок? Транспорт звонок. Это как передача информации. Это люди-коммуникаторы. Это как клей. Это люди-коммуникаторы. Если земля может пойти бурым, напролом, он даже может... Человек земли может сделать вид, что он вас не заметил, отшвырнёт и пойдёт, возьмёт то, что ему надо. Ну, если земли могут проявить наглость, это нормально. То есть они могут бурым попереть, и всё. То есть, ну, когда их ещё прижимают к стене, ну, они могут это сделать. То вода, люди, у которых базовая стихия воды, они настолько мягкие и плавные, что они пытаются уйти от любых конфликтов. Это не конфликтные люди. мягкость. И конфликтность. Мягкость. Что ещё? Чаще всего эти люди какие? Спокойные. Спокойные. Что ещё? Где эти люди работают? Любят, ну, их просто как пенопласт к берегу. Куда, к какому берегу? Проектные менеджеры. Какие-то общения. Которые отвечают за взаимодействие. Письмаи. Средства массовой информации. Что ещё? Политики. Политики тоже есть. Вода есть. Машины, да? У них, да, очень широкий профиль. Но единственные какие-то. Единственное, у них эти люди стараются не заниматься теми сферами жизни, в которых есть напряг и конфликт. Там, где надо напрягаться, там, где надо быстро думать, резко принимать решение, если не принял сразу пуля в лоб, они и туда не идут. Да, такие размеры, всё надо вдумать. Эти люди терпеливы очень. Понимаете, они могут вынести ту работу, на которой не могут другие стихии работать. Не могут. Это чаще всего душа компании, они такие мягкие. Кто-то там ссорится. Да зачем вы ссоритесь? И вот Леопольд такой вот. Друзья, давайте же и дружно. Всё же можно решить. Сейчас модно дипломатическим путём провести референдум. Давайте. Что-то у них такие остроумные. Да. Чаще всего это художники такие, так сказать. Ну, тёплые люди. Вот таким одним словом, это люди тёплые, они означают такую доброту и спокойствие. То есть рядом с ними хочется перестать конфликтовать, что-то там. А продавцами они могут быть такие? Они могут быть все. Любые. То есть их можно увидеть просто по глазам. У них глаза такие спокойные, миротворённые. Глаза у них не бегают. Нет. У них такой чаще фиксированный взгляд. Рассудительные. Они рассудительные, медленно говорят. Медлительные вообще. Медлительные, да. Могут копаться в чём-то там. Закопаются там, если записи какие-то ведут. Они времени не замечают. Мы тебя рассудили. Кого? Тебя. Подождите, что ещё дальше. Понятно, да? Не раскусили вы ещё. Если я могу сказать, мне муж, вот просто. Один ладненький. Структура тела у этих людей склонна к полноте. У земли тоже склонна к полноте. То есть им, ну, стать большими, широкими. Ну, пару булок съел, всё. А бывают худые? Бывают худые. На самом деле бывают худые. Но это значит то, что они где-то находятся в какой-то сфере жизни, в которой они в стрессе. Когда они не в стрессе, они чаще всего больше в теле. Ну, пропорционально. То есть они мышечные такие, мышечно-водянистые. Но не сухопарой. Худой-худой может быть такой плавный, мягкий, рассудительный, но не факт, что это вода. Они чаще всего водянистые. То есть структура тела у них водянистая. Такая, желеобразная. Если у земли она более такая плотная, ещё плотнее, то у воды они чаще всего. Понятно? Есть в окружении какие-либо люди? Которые вообще жидко ненавидят конфликтовать. У меня муж просто... Если на воду наехать, на воду наехать, если у него, ну, достаточная мощь, ну, если это сильный человек, он скажет одно слово тебе просто... или улыбнётся. Или улыбнётся, и тебе не захочется с ним вообще ничего. А, ну всё, понятно, хорошо. Ты не такой, да? 100%. Вот. Если вода не такой сильный, да, относительно того, кто наехал на него, то он просто замнётся, он начнёт как бы... Чаще всего это нытики такие. Если он не сильный такой, если он достаточно слабый, они могут, ну, как бы, там, не-не-не-не-не... Так вот, скажем так, размазывать всё. Если слабая вода, да. Если сильная, то они немножко другие. Но структура энергетики у них именно такая. Она стремится к такой форме, к таким течётливости. Да. Есть? Чаще всего они уравновешивают что-то. То есть они в спорах очень хорошо могут рассудить. И в спорящих, которые что-то там не поделили, они быстро доводы, факты мягкие найдут, и всё, все подружатся и выпьют на троих. Какие-то сложные вещи, простыми запомнили. Да. Чаще всего это сфера личных отношений, то есть вообще отношений. То есть люди, они очень хорошо разбираются в психологии. Это хорошие психологи. Их легко слушать. У них голос мягкий, плавный такой. Умиротворяющий. Понятно, да? Кто такие вводы? Хорошо. Следующая стихия достаточно интересная. Стихия огня. Определение. Это личностное качество. Зажигающийся и газ. Энергичный. Легко подхватывающий что-нибудь. Живший планет. Спринт. Энергия. Ну что, поехали. Кто знаешь, кто такие огни? Мне кажется, легко заинтересовываются, легко газ. Где у них сфера деятельности? Сразу сходя. Образование. Руководители. Где они чаще всего ошиваются? Ну, любят. Куда их тянет просто? Куда их одно место тянет? Массовое ископление. Как отличается. У меня есть нофон, но он постоянно не вытянет на рыбалку. Причем такой руководитель, что очень хорошо руководит. Это люди, которые очень имеют такой волевой характер. Это воля. Дальше. Им некомфортно, когда все спокойно и мягко и плавно. Эти люди просто берут и создают бардак, проблемы, и потом героически их решают. У этих людей лучшая их среда – это зона конфликта. Они такие спорщики. Да. Споры. Это люди, которые, если они с вами никогда не будут согласны, если что-то вы им что-то пытаетесь рассказать, они найдут то, что это не так. Понимаете? Это люди очень легко вас втягивают в какие-то споры, в какие-то передряги. Но эти люди… Они легко вспыльчивые. Да. Они легко вспыльчивые. Да. Они легко вспыльчивые. Да. Стихии огня. У них есть и плюсы, и минусы. Вот вы понимаете, да, у каждой стихии есть плюс, есть минусы. Вот у огня плюс – это то, что это очень крутые руководители. Самые лучшие из всех стихий руководители – это стихии огня. Это директора, управленцы, есть менеджеры, продавцы такие прям, которые могут продать пенопласт за тысячу долларов легко. Это огни. Просто они любые споры переворачивают в свою пользу постоянно. С ними очень трудно конфликтовать. То есть, с огнем лучше, так сказать, не спорить, не играть. Да. Потому что это те люди, которые в открытой битве вас сделают по-любому. Ну, если же, конечно же, вы не огонь и еще не сильнее, тогда вам будет прикол их, скажем так, раз в пять. Понимаете? Хотик? Угу. Извините, не прошу техническую паузу. Угу. 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 Ну, я расскажу сейчас. Угу. Угу. Можно я спросить? Да. А огонь подал одному человеку, а огромный опыт, Остан. Мы сейчас еще дальше, мы сейчас разберем все стихи, кто, какая является, да, их особенности. Потом разберем сочетание стихи. Потом разберем, что в человеке, какие стихи могут быть в человеке вместе. Потому что нет такого чистой земля, вот ходит такой мистер земля, с него сыпется песок, владелец фабрик, или там вода, мистер вода плывет, лужа такая, или там огонь летит. Таких нет людей, конечно же, мы все имеем какие-то стихии, просто есть базовое, вы поймите, что есть базовое, и отклонение от этой стихии, конечно же, производит дисбаланс в нашей жизни и вообще в нашей личности. Что еще у нас огни делают? Что они любят? Спорт, да. Эти люди чаще всего, если что-то делают с кем-то в команде, они прям соревноваловка такая у них постоянно, с кем-то, с чем-то. Им надо кого-то победить вообще, то есть если им некого побеждать, они просто перестают это делать и идут в другую сторону, кого-то там побеждать. Если кто-то что-то умничает, ему надо сделать так, что заглушить этого человека и его победить. Поэтому они очень хорошо могут управлять, вот смотрите, эти люди чаще всего директора фирм, эти люди чаще всего управленцы каких-то там заводов, не знаю. То есть везде, где бы не было какие-то, не были какие-то, скажем так, общественные мероприятия, они всегда возьмут на себя лидерство. Это лидеры. Лидеры. А военные? Военные, да. Вообще война это стихия огня. Лучше со вспышкой делать. Война вообще, вояки, это рулят обычно в этом стихии. Понятно? Путин кто? Путин вода. Вода с огнем. Вода, Первая, Вторая война. Вода, вот понимаете, дальше мы об этом будем говорить. Все понятно, парни, да? Не хочется забегать вперед, давайте по порядку все сделаем. И четвертая стихия. Воздух. Определение его. Это личностная тема. Духовное движение. Духовное движение. 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 Поехали. Дальше. Исследование. Да. Ученые. Да. Эксперименты. Это те ученые, которые не будут спорить. Они просто очень много знают. И они располагают, ну, такими кладезями знаний, которые они могут сыпать, 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 сыпать. А вот писатели? А вот писатели? Вода тоже может быть. Писатели огни есть. То есть, как бы, писатели любая стихия. Даже земля есть. Пишут они по содержанию. Понимаете? Писатель воздух, он напишет такое. Жек. Земля, он четко будет тук-тук-тук-тук. Понимаете? Может, какие-то полкны, или пилосы, или больше. Они ближе всего к этому. Напишем это, знаете как? Недуховность, это заезжение, эзотерика. Что еще? Личностные качества этих людей. Не найдено. Спонтан. Что там? Тоже какая-то энергичность и непоседливость наверху. Структура тела какая-то? Худые? Какие? Молодцы. Хорошо, худые. Да. Высокие не обязательно, но худые точно, кудощавые. Агни какие? Тоже. Только они более жилистые такие. Ну, бывают даже мускулистые. У Агни, вот из всех стихий, у Агни одна из, ну, самая красивая фигура, в принципе, Огни. О, по структуре тела. Ну, вот это мои личные наблюдения. Если воздуху надо делать, усилия какие-то производить над своим телом, чтобы стать красивым, чтобы набрать массу, Огню легче всего это сделать. Ему там пару раз что-то сделать надо, и всё. Последить за собой, и всё. То есть у него структура тела от природы, и она такая, ну, более правильная. А то вода постоянно должен следить за этим. Земля тоже. Понимаете? Информация. Ещё. Кто такие? Вот где они, где они работают? Чуще всего. Где они, куда они лезут? Приланс. Приланс. Информация. Вот это ключевая тема, там, где работают воздух. Какие у них минусы? Воздух есть. Минусы у воздуха. До конца не давало вогреть. Да. Не доводят до конца. Мало конкретики, но это может у каждой быть, если просто не осведомлён, если не подготовленная стихия, да? Но чаще всего они быстро взрываются. У них целая голова идей. Они набиты просто всякими кусками информации. И, как правило, они, как бы, могут много чего знать, но если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот это вот, это про воздух. Есть такое, что за минуту могут сказать, там, 10 мнений абсолютно другую. Да. Противоречивость. Да. Противоречивость тоже их. Да. Какие ещё минусы у этих людей? Люди недостаточно надёжные. Они недостаточно надёжные. Это из той серии, что воздух говорит, да по-любому всё, по-любому всё, идея стрельнёт, стрельнёт, всё, 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 хоп, нету. Ну, не получилось. Это просто на что-нибудь другое. Да. На что-нибудь другое просто. Да. Они очень... Да. Им трудно концентрироваться на чём-то одном. Если, например, стихия огня может очень чётко сконцентрироваться, то вода тоже, земля тоже, воздух он... Вот такое ходит. Ну, это вот у него внутри, в голове такое цифры там всякие. Но... Я не понимаю, а как он это может с учёным сочетаться? Может. Сильный, сильный, сильный воздух. В смысле обучаемости? Просто сфера, сфера. То есть это есть минусы, есть плюсы. Поймите, что это. Есть в воздухе, которые делают такие вещи. Ну, просто... Ого! Понимаете? Смотря, наверное, ещё с какой стихией, да, сочетается? Да. Смотря вообще, чем ещё занимается. То есть любая стихия, если она занимается саморазвитием, то это рост. То есть там минусы меньше, плюсы больше. Понимаете? Если идёт деградация, плюсы больше... Ой, плюсы меньше, минусы больше. Всё, идёт дисбаланс. Информационное поле наше, самое мощное на планете. Это стихия воздуха. Это интернет. Для примера вам скажу. Есть люди, которые из интернета вытаскивают миллиарды долларов. Это такие суммы, которые многим землям, владельцам фирм, даже просто в жизни не снилось просто. Но они мечтают этим владеть. А в воздухе, они просто вот этими оборотами, вот этими суммами, они вот так вот. Миллиард туда, миллиард сюда. Вот два туда, три туда. Понимаете? Для них это как чётки играть. Трин-тын-тын, трин-тын-тын-тын. Трин-хоп себе миллион, ушёл. Трин-тын-тын-тын. Два. То есть они такие люди, понимаете? Они никогда не скажут, что они там, они не внушают с первого взгляда, эти люди не внушают доверия. Это люди, которые на первый взгляд кажутся какими-то вообще оторвами. Такие типы просто. Всё он несёт вообще, да? А потом, когда ты врубаешься, о чём речь, ты понимаешь, ого, стоп, всё нормально тут. Ну просто пример. Какой пример? Про воздух. Давай, рассказывай. Вот роман «Воздух» и как-то на одном... Просто симметрия, как-то не внушают доверия. Ну просто вот твои слова, как-то на одном из водных семинаров ко мне подходит женщина и очень так серьёзно меня спрашивает. Знаете, я хочу очень записаться, хочу записаться, Катерина говорит, вам я подойду, я хочу записаться. Вы знаете, вот, если бы не вы, я подумала, что роман аферист. То есть воздух просто сам по себе, вот такое впечатление. Немножко аферы. Что ещё можно сказать? Кто знает каких людей в вашей семье? Скорее всего, ты вот. Я думаю, что и во всём. Ну конечно, не во всём. Я тоже. Я тоже. О, сразу. Это не значит, что они аферисты постоянно. Да, почему тут аферы провернут? Нет. Нет, не факт. Это люди, которые... То есть, понимаете, у них всегда идёт настрой на то, чтобы собирать информацию. То есть это люди, которые управляют, в принципе, информационными потоками. Если огни рулят энергией, то есть огни, они очень, ну, они энергичные люди, то есть у них прям энергия. То воздух и информация, понимаешь? Огонь на него нападает. Я тебе сейчас зарежу. Воздух такой. А ты знаешь, что... Я знаю такие штуки интересные. Огонь такой. А как ты меня зарежешь? Ну-ка, 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 ну-ка. Он говорит. Я знаю, где есть клад. Огонь, да? Да. И ты знаешь, что... Чтобы этот клад взять, надо победить 40 разбойников. Огонь. Да не вопрос. Полетели. Воздух. Вон там. Огонь полетел. Короче. Всех там бьёт. Там пыль такая стоит. Прикольно, да? Такой. И пошёл такой. Все валяются. Огонь. Прикольно, да? Видишь, я же говорю, что есть клад. Какой-то. Нет, ну не всегда так, но они обычно договариваются вдвоём, и всё у них очень быстро получается. Огонь с воздухом, они чаще всего самые мутные такие ребята. Один просто бьёт в лоб, а другой наводит куда? А, вон туда. Всё. Понимаете? Катя, ведь в огонь. Ага, да, конечно. Катя, огонь. Катя, огонь, да. На самом деле, сила стихии в том, чтобы они были всегда в балансе. И необходимо, чтобы ваши стихии были в балансе. Потому что нету конкретно чисто воздуха. Вот тут на самом деле очень много людей сидит, ещё в два раза больше. Это все, которые стихии воздуха. Но вы их не видите. Вы ими дышите тогда. Конкретно нет. Мы все смешаны. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше. И у каждого из вас есть базовая стихия, от которой вы действуете. Очень интересно наблюдать и очень смешно наблюдать за теми людьми, которые в воздухе, а они пытаются быть огнями. То есть это воздух, которому дали руководящий должность. Это просто трэш будет сразу. Все сотрудники сразу же будут опаздывать, раньше уходить, никто не будет наказан. Он будет такой хороший начальник, потому что он вообще никого не наказывает, никого не лишает. И его самого никогда нет на месте. Он где-то лазит. Вот эти люди, которым трудно сидеть на месте. Работа в офисе для воздуха – это просто жесть. С 8 до 6, с 8 до 6, это просто убивает сразу этих людей. У них творческая активность падает, они вообще становятся просто ни о чем. Если ты говоришь, что все четыре стихии присутствуют, то это хороший вариант для того, чтобы ты как раз ты его умновешиваешь. Ну, конечно, хороший. 100%. По-любому это нужно, необходимо знать определенные вещи, которые помогут вам прийти в баланс. Потому что если стихия не в балансе, то это неустойчиво. То есть этот человек не имеет силы. Понимаете? Так как я воздух, я должен знать те ключи, те моменты, практики, которые меня балансируют для того, чтобы я не был вот такой воздухом. Понимаете? Потому что воздухом нужно знать, как заземляться. Так же, как и земля, необходимо знать, как приходить более тонким пониманием мироздания, или бытия, или еще что-то. Или как работать с информацией. Например, земли – это те люди, которые… Ой, интернет. Как же они там что-то работают? Интернет. Я не знаю, как это твоя штука. Я не знаю, как это работают. Да, но ты мне вот сделай. Да, но ты мне сделай там. Да, это вот там Федь программист что-то там делает. Как у него получается миллионы вытаскивать, я не знаю. Мы тут всю жизнь горбатимся, работаем. В земле, например, больше работаешь, вкалываешь, больше получаешь. Чтобы больше получить, надо… Как правило, бизнес или производство, или того. Купил подешевле, продал подороже или производство. Или производство. Да, совершенно верно. Но есть земли, которые очень четко… Этому следует научиться. Я очень четкий пример. Есть клиент, убежает моего дизайнера. Чаще всего, да. Воздухе они… И все время жалуются друг на друга, потому что они друг друга не понимают. Вот это две стихии, которые… Вот мы сейчас подошли к тому, как они сочетаются вообще. То, с кем дружат, и какие варианты дружбы могут быть между стихиями. Это очень важно. Потому что я замечаю многие отношения, различные отношения, даже друг-дружеские отношения, они могут быть… Вы знаете, есть такие люди, которые тонкие и толстые. Вообще такие друзья-товарищи просто идеальные. Тонкие подкалывают всех, а толстые защищают. Они нормально себя чувствуют. Равновесие, да? А? Равновесие. Они друг друга прекрасно дополняют. Вот. Или, ну, как правило, тонкий разведчик, а толстому все докладывает, и он подходит и перед ним что-то делает. Это крутой тандем, на самом деле. Это баланс. Потому что другие люди ваши стихии могут уравномесить. Итак, понятно, кто такие воздушники? Хорошо. Идем дальше. Зоны конфликтов. Зоны конфликтов. Как вы думаете, кто с кем конфликтует? Ну ладно, найдем, наверное. Земля и воздух. Можно сказать, что... Да. Земля, воздух. Дальше. А как же вода и земля? Они не конфликтовые. Они хорошие друзья, но они очень друг друга понимают, они близко находятся. И воздух такая нахуй. Здесь мы уже подошли к идеальному сочетанию стихий. Кто очень хорошо просто сочетается? Это воздух и вода. И земля с огнем. Это сочетание, это конфликт. Сразу скажу, есть еще недолгие отношения, яркие вспышки. Это огонь и воздух, ну и земля и вода тоже. Вот тут такую крутую схему нарисовала, как получилось. И сочетание, и конфликты. И вот такие отношения. Что-то оно мне тогда родилось. То есть, недолгие отношения, чаще всего, взрывные, яркие, это у огня с воздухом. Как правило, это наблюдается. А, это заглягует? М? Заглягует? Да. Вот давайте разберем сочетание земля, земли и огня. Да? Земля. Владелец завода. Что-то производит. Не хочет там находиться, управлять этими рабочими, что за них требовать. Он просто хозяин. И представляете, что владелец завода нанимает на должность директора воздуха. Такого парня, который модный весь постоянно. С наушниками. Он такой, да, сейчас, а я директор. Такой, да, все. Через месяц смотрит, у него показатели все упали, половина рабочих не выходит на работу. Все забили просто на эту работу. И самого этого воздуха тоже нету. Он где-то улетел, куда-то уехал. Все. А земля никогда не наймет на работу воздуха. В руководящую должность. Никогда. Потому что земля, он сразу видит, что этот человек, ну, такой, не подходит ему. Просто не подходит. Понимаете? Он может нанять воду, которая будет зависать постоянно в кабинете, даже не выйдет из кабинета. Он будет копаться в бумагах. Миг просто утонет. Будет там плавать в бумагах. Постоянно загруженный, с макаронами на ушах от рабочих. Ну, такой вот. Под градом. Но процессы будут идти очень туго. Очень туго. Вот понимаете, вот там того не хватает. Он постоянно будет жаловаться, плакать, что там надо то, это. Земля будет, ну, соскрежет там. Ладно. Ну, как-то идет. Но если земля намет на работу, на руководящую должность огня, то получится очень все хорошо. Это крутой тандем, потому что огонь полетит сразу всех пинать. Он никого не жалеет. Он сразу же ставит процессы на нужную ступень, то есть на правильном направлении. Он никого не щадит. Он может лишиться каких-то там зарплат, или забрать что-то, или уволить кого-то. Он резко, быстро наводит порядок на заводе. Всегда все работает, всегда все отважено. Его слушаются по приказу. Так, иди сюда, почему-то то-то, то-то, то-то. Не будет сделано все, будешь уволен. Все быстро, сразу все сделано. И огонь, он такой, он скупой на похвалы, но зато, если он говорит, он по делу все говорит. То есть это крутой тандем. Вот этому хорошо. У него идут показатели. Он уже покупает второй завод. А этот ему по кайфу рулить, всех пинать, ходить там. Этот говорит, ну, лишу зарплату тебя за пропуск, ну, возьму ее себе, прекрасно. Все понимают, что никто не хочет пропускать. Все работают отлаженно, все четко. Понимаете? Вот это сочетание, оно ближе всего к природному. То есть это природное сочетание. В отношениях как? Земля с воздухом. Видели такие отношения? Знаете? Знаете? Один бьется, просит там, ну, как же он или она меня не понимает? Ну, как же так? И другая сторона тоже сам. Все, вот, каждую сторону выслушаешь, реально так и есть. Ну, у них разные вообще понятия о жизни. Вот, вы замечали такую тему, что человек говорит реально тему этот и вот этот. Прямо, как бы, ты понимаешь эту и ту сторону, но они вообще разные абсолютно. Это вот в отношении... А как они вообще сожились? Ну, в нашем мире, в социальном мире, есть еще такой параметр, как красивая обертка. Обертка, картинка, тренд, мода и так далее. Просто, например, девочка-земля увидела очень модного воздуха, у которого очень хорошо язык подвешен, но показался ей очень знающим. и она ему показалась тоже красивой в свои года. Но если она захотела, то воздух, конечно же, ее послушает. Потому что они долго их милуют в эти месяцы. Есть. Но только если они начнут искать... Да. Если, понимаете, воздух, понимаете, вот смотрите, здесь имеет место быть разная скорость. Скажем так, разная скорость мышления, разная скорость потоков информации. У Земли самая медленная скорость? Ну, жира. Жира. Просто скорость. Скорость 1, скорость 2, скорость 3 и скорость 4. Просто, понимаете, в воздуху необходимо будет, ну, конкретно, сдерживать свои движения. В этот момент ему будет просто некомфортно. Понимаете? Когда вас лишают того предназначения, которое вам дано, то все. Наверное, если Земля примет воздуш, то что делать? Да. Летаешь или летай? Да. Пришел, молодец. Да. Но, как правило, это трудно сделать Земле, потому что эти люди, у них больше чувство собственности есть. Понимаете? То есть он может и не позволить. Он определенные рамки создаст. Ну, это я просто набирал за отношениями. А я просто буду тренировать всем. Со стороны Земли. Вот этот ревной, да. Кто будет ревновать? Хорошо. Я сейчас просто наблюдаю картину, у меня подруга с мужем. Вот он Земля, она Воздух. И это вообще такая живучая смесь. Я вот уже сколько-то работаю, просто поражаюсь, как они еще не подали на разводных, на другую, и вообще там не убили. Знаете, в чем самый прикол? Встречается Земля с Воздухом первый год. Понимаете, вот если отношения между мужчиной и женщиной начинают иметь, ну, как бы, начинаются какие-то трения, то не то, то не это. Трения, ну, идут там целый год, там полтора, они все равно где-то друг друга не понимают. это просто так само собой не уходит. Либо начинаются новые трения, потом кульминация и взрыв, и разбегаются. А там еще ситуация другая, Земля, поскольку он действительно консервативный, он вообще не слушает, что он говорит. Да, он не послушает. Даже если у него там действительно какие-то там очень сильные потребности, в том, чтобы ускорить свои эмоции, там, вещешки, он вообще не слышит. Все верно. А воздух, естественно, не может быть понять все. Причем, причем, когда слушаешь одну сторону, там правильно, другую сторону, здесь правильно, да. А тебя еще пытаются в этот конфликт, как бы, в клине, там, где-то, ты еще можешь отгрезть себя. Да, я в ней, ребят, я в ней, вы разбирайтесь с вами, я в ней не хочу. Либо, если ты будешь хорошо разбираться, ты будешь в этой троице, ты будешь постоянно переводить их. Я стараюсь, к примеру, полтора года просто вот отойти и даже не вникать в все эти вещи. Потому что я понимаю, что у них ничего хорошего не сумеет. Вот, пожалуйста. То есть очень просто получается. У нас зоны конфликтов, это видно. Самое-самое интересное начинается, когда мальчик, там, девочки, земля, встретились с воздухом, начинают общаться. Вроде что-то у них какие-то конфликты в отношениях есть. Ладно, там, решим, там, натянули. Они женятся, у них появляется ребенок, и там уже начинается еще больше конфликт. Обратно уже хода отдавать сложно. Если расходится семья, то это уже плохо. Понимаете, главное далеко не зайти, главное четко определить. На какой-то... четыре года не... Ну, я же, например, дальнейшего развития не вижу. я вижу только ажмир, а затем титр разбил. Понимаете, да? Роль вообще стихии в жизни. Это закон, который мы не можем обойти. Есть, конечно же, методы сдвига стихии. Можно сдвинуться в ту или иную стихию, базовую, по-моему. Но это очень глубокая магия. Надо на это потратить лет десять-пятнадцать на то, чтобы научиться. Надо, чтобы в сознании кто-то был, чтобы он был готов к тому, для сохранения семи, чтобы он решал. Просто ради этого не пойдешь на пятнадцатилетие изучение сдвига стихии. Дальше ситуацию рассмотрим. Например, вода с землей. Они очень круто друг друга понимают. Прекрасно. Они даже чувствуют, что не общаются на одном языке. Но земле нужен человек, который будет энергией пробивать какие-то пласты. Пласты жизни. Понимаете? Вода это делать не будет. Человек воды он будет настолько мягкий, что земля просто не сможет с ним дальше иметь какие-то причины. А вот если земле и земля одинаковые будет? Не знаю. Я наблюдал воздух-воздух. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Больше это смешно, нормально. Недолго. Будет что-то недолго. просто это законы, которые поначалу они не распознаются, потом до людей доходят, что что-то не то было, почему так происходит. Все это знают, каждый из нас на очень тонком интуитивном уровне. Но почему-то этих знаний в школе не давали. Если представляете, если вы в школе, вы бы это уже все знали. Вы бы шли в жизнь, в отношения, на работу, уже все понимали бы, кто является какой стихией, какая базовая, и вы бы четко знали себя, где вам себя лучше проявить. То есть, если воздух полезет на управление, зачем? Если я понимаю, что я воздух, зачем мне рубить какими-то процессами? Например, процесс организации. Мне вообще просто это темный лес вообще. Боже упаси, туда залезет, куда этим заниматься. Зато вопросом организации прекрасно занимаются стихи огня. А тут, наверное, вот пара, где вот гений, там один гений, а там, допустим, на нем листочки собирают. Да. Вот, 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 вот. То есть, он там четно встал, кинул, она все это. Да, она это структурирует, и все это, как правило, воздух. Воздухи это крутые ребята, которые могут выдавать гениальные идеи, генерить такие идеи. Они родители таких идей, которые потом воплощают в жизнь огонь, землей и с водой. То есть, они придумывают, вот это, вот эти люди придумывают нечто новое, а продюсируют их разные уже стихии. Понимаете? Следующий момент. Что-то еще хотел сказать. Ну, например, огонь с воздухом. Я очень часто наблюдаю отношения между МЖ огонь и воздух. Воздух ведется на энергию огня. Красиво. Он просто глаза горят у огней, глаза такие все страсть да это будет больше к страсти то есть энергию тут прям чувствуется идет воздух очень круто плюет так как он самый быстрый он быстро все подкатил все там лапши навешал и все а он еще как бы понимаете он это такая личность она многообещающая вот они создают такое чувство как будто он говорит у тебя там столько реально можно там где-то иди это вот это вот это все огонь так как это действие он быстро подгружается на ту информацию которую льет воздух понимаешь воздух будет лучше он раздувается вот это вот это а вот если это все сделать какая тема получится будет . он прозрел сразу же и тут начинается уже такой тандем раскрутка короче воздух ему сыпет информацию а тут ее пытается всю реализовать короче вообще все да и получается что воздух подпитывает огня огонь еще больше подпитывает огня огонь еще больше что получается дальше финал этих отношений происходит таким образом что огонь просто выжигает воздуха да идет не вы сам сгорает а не дру они сра они переходят такую стадию что в итоге у них столько претензий друг другу просто ты послушаешь без этот говорит вот это такой фигни натворил я вообще не хотел связываться а вот это будет да он вообще просто изверг убийца короче положил столько все планы поломал и специально он это сделал специально это он делал огонь это он все это гонит понимаете это чаще всего вот развязка и все вот эти отношения они с первого взгляда очень яркие очень крутые насыщенные такие люди думают все мы на всю жизнь туда-сюда два месяца проходят они сразу куча претензий столько же сколько было в самом начале радость в семье все семья все работайте до конца да получается если если завели семью и не срастаются стихии тут либо они просто расходятся либо тащат до конца да они просто понимаете воздух не может себя реализовать с огнем на все сто процентов не может это нереально сложно можно но сложно я еще не видел таких нет видел пару они оба худые такие глаза одни глаза такие они все знают и как бы с ними даже сложно разговаривать что огонь воздух ему там огонь какой вообще с ними этот язык вообще вот они дерганы друг друга там шпарят друг друга там обмен такой идет очень мощно у них скорости 34 просто вообще бешеные люди понятно да поехали дальше почему воздух с водой вообще круты ребят как отношению воздух с водой вода будет принимать надо воздух успокаивать затемлять самый дерганый самый дерганый самый дерганый стихия это воздух это самая дерганая стихия которая если они в балансе то их потрясают они худеют сразу же это такие ребята они очень быстро худеют день не поел 40 лет анорекс такой он устанавливается 3 месяца за один день тоже не поел у него трехмесячная норма осадков и вода не сложно набрать вес но вот вода это люди которые уходят от конфликтов это люди которые очень мягкие спокойно они очень терпеливы то есть если воздуху так вообще вода ну после воды воздух такой нормально все такой он просто вода ему позволяет очень хорошо концентрироваться на чем-то одну когда мне жена говорит да чё ты туда-сюда вот это сделай потом вот это точно как так я раньше не додумался просто вообще игру откуда ты это знаешь ну это же очень для воздуха у него другой очевидно понимаете то есть он видит там столько всего а водичка его просто осаждает как пыль поднимается все произошло произошел там до заземления понятно да вода 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 сидит на одном месте очень долго и это плохо приходит воздух и говорит чё ты сидишь поехали туда-то сари какое вообще там лето там да все смотри какие страны там есть карту мужчин поднос смотри поехали сюда поеду сюда вода почему бы и нет поехали вот дерганность воздуха вот это вот проходит ну как бы так как бы его немножко осадила как вначале надо привести себя в порядок воздух пока успокоился он пришел в себя такой он сконцентрировался чувствует что понимаете вот от воды идет спокойствие я чувствую спокойствие надежность да то есть воздух он сразу чувствует то есть его энергетика когда попадает в поле тела энергетического тела человека который стихии вода то воздух он автоматически успокаивается то есть ему вообще так легко просто гармония внутри он сразу же концентрируется если вода без воздуха то она просто где-то зависает закапывается в офисе а все равно кто мужчина все равно абсолютно очень неважно также и закон в бизнесе работе все вот посмотрите на работе кто с кем конфликтуют это по-любому либо земли земля с воздухом либо огонь с водой а то есть такое что для быстрого результата допустим хорошо да но если хороший результат вам захочется повторить понимаете если эффектный быстрый результат это как наркота его хочется повторить повторяешь еще раз ресурс меньше причем с огромной скоростью способом тает он просто выгорает еще результат еще 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 этот все ресурс входит здесь в этом плане ресурс бесконечный вообще все только нарастает выигрывает и воздух и вода здесь выигрывают и земля и огонь огонь не сможет пробить землю какой-то он энергетику не обладал потому что земля она принимает огонь то есть это 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 твердая штука то есть это твердое свойство огонь ждет он может нагреть и земля только давай грей меня еще да нормально а если огонь может быть отдающая землю? а земля и вода принимающая? скорее всего да да получается что так а нет такого чтобы огонь все время тащил землю? есть 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 нормально тоже и нормально тоже можно устать? огонь не устанет то есть понимаете для огня это свойственно то есть что-то не делать он не может ему по-любому надо кого-то мутузить у станет огонь спортивный интерес это такой? да в огня больше спортивный интерес то есть он ну конечно есть земли слабые есть бизнес-леди огонь и ее муж разнорабочий грузчик земля ну что бизнес-леди что ты грузчиком работаешь? и в этом случае они друг друга зарядят то есть бизнес-леди ему объяснить что надо так и так и так и грузчик то воткнется сразу же у них у них идет хорошее изменное понимание они обычно не давят друг на душу понимаете? то есть есть давление и есть не давление дальше как действуют эти вот эти стихи есть что вам все более рациональные а эти более есть тоже да это больше художники это информационщики это больше конкретные люди дисциплинированные это вообще надежность консервативная а у них спокойные отношения к земле будет? не всегда вот ты просто говорил огонь и воздух очень яркий а земля будет? не скажу что спокойные скажу что четкие очень четкие четкие конкретные ощутимые не знаю ну как у владельца с директором в семье то же самое земля чувствуется опора надежность а огонь ну как бы создает движение даже не знаю то есть это немножко другой род отношений нежели чем воздух с водой у них немножко отличаются но уровень обмена очень высокий то есть у них свой мир свой мир абсолютно это одни ребята прикольные это другие ребята прикольные все страны они прикольные менее прикольные знаете еще в дружбе тоже те же законы те же законы дружбе в отношениях в жизни на работе тогда еще важный момент смотрите нужно еще знать одну вещь интересную вот эти парни эти парни они работают как бы это объяснить напишем вот эти парни они всегда на реальность воздействуют прямо то есть они говорят если что-то они говорят или что-то делают они не прячутся они не шифруются они говорят вот так и все к ним претензий никаких нет потому что огонь или земля так сказали что вот эти парни действуют они gente действует них действуют через что-то через какие-то процессы через людей через какие-то действия то есть они управлять они воздействиям с реальность через ссылки Advent понимаете они не прямо посмотрите огонь скажет делай так ты вот так получишь что ты будешь до конкретному срок да все четко и понятно я предыдущий про и закреплю воздух он вообще или вода не действует не прямо они говорят жил-был иван царевич ходил он ходил имел а он она рассказывает эту сказку парню которого там плохое зрение жил был иван царевич он ни хрена не видел пытался пытался найти лекарства того что он не видел да да и структурное управление ну просто не прямо пытался найти пытался так и не нашел и тут встречает он старика хатабыча который ему говорит там защитную манту он мани подмеку он начинает ее читать и у него со зрением становится все нормально все хорошо прикольная сказка да этот парень намотал на ус какой-то прикольная сказка а воздух палец все пошла мулькой пошла по народу пошла пошла вот эта тема и все все читают эту мантру те кто плохо видит работает но огонь скажет тебя такое зрение я тебе скажу это читает ума если так скажет воздух это вообще даже можно сказать вообще не воспримется он просто чё за тип какой бред вообще нанесешь потому что этот по-другому нужно доносить информацию мать пролил свет маленький луч здесь то же самое земля также в лапешном плане я запуталась уже есть тест на душа но по тесту я воздух я встречу моего стопроцентно я думаю что я все сказал по этой теме вы можете просто дальше за собой понаблюдать понаблюдать за своими ощущениями за тем где вам более больше всего комфортно и какой стихии вы себя лучше всего чувствовать с какими людьми у вас лучше всего взаимоотношения как сбалансировать стихи как сбалансировать это другая отдельная тема я сейчас расскажу только совсем равновесие стихий все проблемы у человека от того что у него будет какой-то дисбаланс то есть у него по жизни происходит дисбаланс в этих стихиях например питание питание стихии воздуха это сыроедение фрукты и овощи это вот конкретный воздух ну еще немножко огня воздух чаще всего испытывает проблема если он настолько заходит свой стихию что он просто не может реализовать у него куча идей он не может заземлиться он очень страдает от того что у него не получается какие-то материальные вещи потому что заземление это есть реализация идеи до материального уровня понимаете то есть вас вам процент той же пищи жирной как правило не особо любят поэтому балансироваться можно питание дальше как можно воздуху заземлиться пойти заниматься спортом физическим упражнением это за земли четко начать работать с материи например мужчина воздух хорошо заземлиться если начнет строить дом начнет копать огород начнет сажать картошку понимаете вот информационщик который сделает проект в интернете идет копать картошку у него там проекта пролетает он еще один дизайн для сайта еще один дизайн для сайта сколько же этих зелен пока у него все это не выйдет из головы он потом чувствует удовлетворение и чувствует себя хорошо понятно да а девушки вот питанием кушать то же самое да уборка мытье посуды ну то есть то что самое такое монотонная группа работа которая не очень нравится которая не шибко дает информационный шейтвизай у меня на сегодня все у меня на сегодня все ганана амтва ганапати гумха ва махе гавин гавинам упамашавастамам а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok